Информационная продукция для детей, достигших 14 лет. Информационная продукция для детей. В области ведется активная работа по противодействию наркобизнесу. В частности, уничтожается дикорастущая конопля. О происшествиях и преступлениях смотрите в нашем выпуске. Самостоятельный закон о противодействии торговли людьми появится в Казахстане. Его очень ждут те, кто активно борется с этими преступлениями. Несмотря на то, что на дворе 21 век, все еще встречаются факты торговли людьми. В 2008 году Казахстан ратифицировал первый значимый международный документ по борьбе с торговлей людьми Конвенцию о рабстве от 1926 года. Только в прошлом году 18 человек было отправлено на родину в Узбекистан и в другие центрально-азиатские страны. Ну, в этом году у нас сейчас есть гражданин Таджикистана, гражданин Узбекистана, двое гражданки, они тоже из Узбекистана, одна гражданка Российской Федерации. Документом также определяется круг лиц, на которых будут распространяться положения закона, в том числе лиц, признанных потенциальными жертвами торговли людьми, которые, находясь в уязвимом положении, могут стать объектом эксплуатации вследствие материальной, психологической или иной зависимости. Также законом предусмотрены меры по защите прав жертв торговли людьми и оказанием помощи при присвоении соответствующего статуса. Отмечается, что предоставление помощи лицу, идентифицированному в качестве жертвы торговли людьми, будет начинаться только с его согласия на ее оказание. Предлагается два изменения. Вот кодекс о браке семьи, там обязательно, если организация учреждений, которая занимается джиотом детей-сирот или детей без повечения родителей, их, они должны сообщить прокуратуру о оставлении ребенка или поступлении детей. А также кодекс о административных правонарушениях вводит ответственность за несообщение о медицинских учреждениях о оставлении ребенка. Сопутствующими поправками о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия торговли людьми, проявлению вандализма и порчи чужого имущества вносятся изменения и дополнения в три кодекса и один закон. Документом исключается примирение сторон по преступлениям, связанным с торговлей людьми. Правила въезда и выезда в Республику Казахстан, которые существуют, конечно, надо бы дополнить еще кое-какими нормативными актами, которые могли бы хотя бы, скажем так, защищать тех граждан, которые пришли, не сумели вовремя встать на этот учет, и вину иногда взваливают чисто на них самих, потому что они же люди, которые приехали и много кое-что не знают. А именно на тех, у кого работали. Если за границей вы потеряете паспорт или у вас возникнут другие серьезные проблемы, посольство или консульство Республики Казахстан обязано вам помочь. Поэтому сделайте дубликаты своих документов. Одни возьмите с собой, другие оставьте дома. Поставьте в известность своих родственников, куда вы едете, с кем. Договоритесь о том, что если вы не позвоните в определенное время, то вы находитесь в опасности. В настоящее время проблема наркомании остается актуальной для мирового сообщества и, как следствие, вызывает растущую озабоченность правительств всех стран. В соответствии с поручением Акима области в целях выполнения отраслевой программы проводится работа по ликвидации дикорастущей конопли в Шутском районе. К этой работе было привлечено около 100 человек из сельских округов во главе с заместителем Акима Шутского района. Кроме того, были задействованы четыре роторные газонокосилки и большегрузные машины. Межрайонное дело по противодействию наркопреступности Дельта-Долина работает в пяти районах Жамбулской области. В частности, это Шутский, Меркенский, Курдайский, Моинкумский и Турарус-Кулусские районы. Акимы 19 сельских округов, сотрудники, а также представители крестьянских хозяйств в рамках двустороннего меморандума проводят работу по скосу дикорастущей конопли. Задействовано порядка 100 человек. Данную работу проводим ежегодно. Всего на территории области на 62 тысячи гектар растет конопля. Из них 12 293 гектара приходится на Шутский район. Межрайонным отделом по противодействию наркопреступности Дельта-Долина за шесть месяцев этого года по Шутскому району зарегистрировано 28 фактов наркопреступлений. В том числе, хранение наркотиков в особо крупном размере, сбыт и другие. С начала года из незаконного оброта изъято почти 100 килограмм различных наркотических средств. В прошлом году было уничтожено 105 тонн дикорастущей конопли с площадью 175 гектаров. А в текущем году скос проводится два раза в неделю. Вся скошенная конопля будет уничтожена путем сожжения. В целях ликвидации произрастающей дикорастущей конопли и борьбы с наркопреступностью на этот год в Шутском районе на приобретение 8 тысяч литров дизельного топлива предусмотрено 2 миллиона 360 тысяч тенге. В рамках республиканского оперативно-профилактического мероприятия Карасара Жамбулские полицейские усилили сотрудничество с силовыми структурами в борьбе с транснациональным транзитом наркотиков и наркобизнесом. В Жамбулской области на системной основе проводятся мероприятия по противодействию культивированию заготовки и вывозу конопли из южных регионов страны, а также пресечению деятельности организованных преступных групп, специализирующихся на распространении наркотиков, в том числе их новых видов. С целью выявления каналов поступления и транзита наркотиков отдельное внимание уделяется ситуации на приграничных территориях. В совмест с сотрудниками ДКНБ, Департамента пограничной службы КНБ и РК, Департамент экономических расследований проводятся оперативно-профилактические мероприятия на пунктах пропуска через границу, так как наша область является транзитом наркотиков. До этого наркотики, каннабисные группы шуткого происхождения, изымались практически во всех регионах страны. Чтобы пресечь такие факты и перекрыть все каналы, сейчас в период созревания каннапли мы объединили усилия со всеми заинтересованными сторонами, отметил начальник управления по противодействию наркопреступности Департамента полиции области Алим Бажикбаев. Сотрудники с помощью служебных собак кинологической службы ДП проверяют машины и товары на границе. Такую отработку полицейские проводят каждый год. В прошлом году была задержана 65-летняя женщина, которая попыталась перевезти 700 грамм героина через границу. Решением суда ее приговорили к 13 годам лишения свободы. Более 700 водителей мопедов и самокатов обштрафовали полицейские в Жамбулской области. С наступлением летнего периода среди населения вновь стали популярны такие виды транспорта, как мопеды и электросамокаты. С водителями проводятся разъяснительные беседы по вопросам безопасного вождения двухколесных транспортных средств и соблюдения ими правил дорожного движения. Однако, несмотря на принимаемые сотрудниками полиции меры, они продолжают нарушать правила дорожного движения, что приводит к дорожным трагедиям. В целях снижения аварийности полицейские усиленно патрулируют улицы областного центра и загородные трассы, где наиболее часто происходит ДТП с участием мопедов и электросамокатов. На дорогах введен усиленный контроль за дисциплины водителей малых транспортных средств. С начала года к административной ответственности привлечены 485 водителей мопедов и 251 водитель электросамокатов. На штрафную стоянку водворены 153 скутера. Департамент полиции области напоминает пользователям этих средств передвижения в опасности неаккуратного вождения и несоблюдения правил движения на дороге. Проект «Жигер» по профилактике семейно-бытового насилия в пилотном режиме заработает в Жамбулской области. Проект «Жигер» разработан Республиканским общественным объединением Общества экспертов и консультантов «Интеллект-7G» совместно с Департаментом полиции области. Он направлен на профилактику семейно-бытовых конфликтов, домашнего насилия и предупреждение преступления, совершаемых на бытовой почве. Также подразумевает адресную работу с лицами, которые были привлечены к ответственности за семейно-бытовое насилие. Участники встречи выразили уверенность в том, что проект будет содействовать оперативному пресечению бытового насилия и созданию безопасных условий для потенциальных жертв, оказанию им необходимой медицинской, психологической, правовой и иных видов социальной помощи. Обсуждены также вопросы взаимодействия уполномоченных органов. Как отметил начальник Департамента полиции, еще в ходе обсуждения пилотного проекта в апреле 2024 года президентом Республики Казахстан Касым Жумарпом Тукаевым был подписан закон по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей. Согласно поправкам, усилена ответственность за бытовые правонарушения. Они из административного перенесены в Уголовный кодекс. На основе этих поправок в тесном сотрудничестве с Департаментом полиции разработан проект «Джигер». Будут использованы все правовые механизмы для оказания помощи жертвам бытового насилия. По итогам обсуждения принято решение запустить проект «Джигер» в пилотном режиме на территории Жамбулской области. В Таразе полицейский проводит рейдовые мероприятия по кальянным кафе и барам. Всего за два дня к административной ответственности за нарушение запрета потребления табачных изделий, то есть кальяна, привлечены 27 человек. Нарушения выявлены в ряде заведениях. Административные протоколы заполнены в отношении владельцев заведения, а также и гостей. У посетителей изъяли выставленные счета на оплату, где вместе с едой и напитками фигурировали кальяны. Штрафы за кальяны не пугают владельцев увеселительных заведений. После таких рейдов они пропадают на некоторое время, а потом снова появляются. Поэтому теперь им придется ежедневно проводить отработки и разъяснять нормы о запрете курения кальяна в общественных местах, об уголовной ответственности за распространение вейпов и электронных сигарет. Всего с 20 июня текущего года Департамент полиции Жамбулской области возбуждено три уголовных дела за продажу вейпов. Кальяны и вейпы очень популярны, к сожалению, не только среди взрослых, но и в молодежи. Поэтому увеселительные заведения не хотят отказываться от запрещенных веществ и работают нелегально. Они думают только о хорошем заработке, но на кону здоровья наших жителей. В этом вопросе обе стороны должны понимать свою ответственность. К тому же, с учетом недавних изменений касательно запрета оборота некурительных табачных изделий, мы и дальше продолжим усиленную работу в этом направлении, сказал начальник Департамента полиции области Арман Бегбай-Мурзин. Вторым отделом полиции разыскивается без вести пропавший Ильич Манов Александр Сергеевич, 1995 года рождения, проживающий по адресу город Тарас, 1-й переулок Токенова, дом номер 2, который 11 февраля 2024 года ушел из дома и до настоящего времени его местонахождение неизвестно. Приметы на момент ухода. Худощавого телосложения, рост 175-178 см, волосы короткие и русые, лицо овальные, глаза голубые, уши оттопыренные. Особые приметы. Страдает расстройством психики, шизофрения. На груди с правой стороны имеется татуировка буква В. На момент ухода был одет балоневая куртка красного цвета с капюшоном, свитер черного цвета, камуфлированный трикот зеленого цвета на ногах кроссовки черного цвета. Всем, кому что-либо известно о месте нахождения без вести пропавшего, убительная просьба сообщить в ближайший отдел полиции или по телефону 102. Вторым отделом полиции разыскивается бедность и пропавший Муханов Жанарыс Бакайдарович, 1964 года рождения, проживающий по адресу город Тарас, 1-й переулок Токенова, дом номер 2, который 20 июня 2022 года ушел из дома и до настоящего времени местонахождение его неизвестно. Приметы на момент ухода. Среднего телосложения, рост 165 см, волосы короткие, седые лицо, овальные глаза, карие уши прилегающие. Особые приметы. Отсутствуют верхние зубы, отсутствуют нижние два зуба, на груди имеется шрам от следа операции. На момент ухода был одет футболка коричневого цвета, трико черного цвета, на ногах шлепки черного цвета. Всем, кому что-либо известно о месте нахождения без вести пропавшего, убедительная просьба сообщить в ближайший отдел полиции или по телефону 102. Вторым отделом полиции разыскивается без вести пропавший бармен Виктор Владимирович, 1968 года рождения, который 5 июня 2016 года ушел из дома и до настоящего времени его местонахождение неизвестно. Приметы на момент ухода. Рост 170-175 см. Среднего телосложения, лицо овальное, волосы короткие, светлого цвета, уши прилегающие. На момент ухода был одет футболка бежевого цвета, в темно-синюю полоску. Брюки бежевого цвета, на ногах шлепки темно-коричневого цвета. Особые приметы. С левой стороны имеется шрам от операции. Всем, кому что-либо известно о месте нахождения без вести пропавшего, убедительная просьба сообщить в ближайший отдел полиции или по телефону 102. Вторым отделом полиции разыскивается без вести пропавшая Чупина Юлия Сергеевна, 1978 года рождения, которая 9 марта 2012 года ушла из дома и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно. Приметы на момент ухода. Худощавого телосложения, рост 160-163 см, волосы короткие русые, лицо овальное, глаза голубые, уши прилегающие. До момент ухода была одета футболка с короткими рукавами белого цвета, спортивные трико белого цвета, на ногах спортивные кроссовки белого цвета. Особые приметы не имеет. Всем, кому что-либо известно о месте нахождения без вести пропавшей, убедительная просьба сообщить в ближайший отдел полиции или по телефону 102. Вторым отделом полиции разыскивается без вести пропавший Киященко Павел Николаевич, 1981 года рождения, проживающий по адресу город Тарас, первый переулок Валиханово, дом номер 6, который 31 марта 2020 года ушел из дома в неизвестном направлении и до настоящего времени его местонахождение неизвестно. Приметы на момент ухода. Среднего телосложения, рост 182-185 см, волосы короткие, русого цвета, лицо овальное, глаза карты, уши оттопыренные. Особые приметы. На спине имеется татуировка в виде креста. На момент ухода был одет. Ветровка синего цвета, футболка черного цвета, джинсы синего цвета, на ногах кроссовки серого цвета. Всем, кому что-либо известно о месте нахождения без вести пропавшего, убедительная просьба сообщить в ближайший отдел полиции или по телефону 102. В Таразе разыскивается без вести пропавший мельник Александр Сергеевич, 1984 года рождения, который 3 июля 2023 года после работы не вернулся домой. Приметы. Рост 170 см, худощавого телосложения, на боку шрам от операции. Был одет в джинсы черного цвета, серую футболку и черную кепку. Всем, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просьба позвонить по телефону 102 или обратиться в ближайшее отделение полиции. Отделом полиции Таласского района разыскивается без вести пропавший Кузьмищев Андрей Евгеньевич, 1962 года рождения. Приметы. Рост 170-175 см, среднего телосложения, лицо овальное, волосы темные. На момент ухода был одет трико черного цвета, рубашка клетчатая, галоши черные. Особых примет не имеет. Всем, кому что-либо известно о месте нахождения без вести пропавшего, убедительная просьба сообщить в ближайшее отделение полиции или по телефону 102. И на этом наш выпуск подошел к концу. Я прощаюсь с вами и напоминаю, будьте бдительны и осторожны. Продолжение следует...